Друзья, доброе утро! Привет, Москва! Давай пошумим! Ну какое же счастье! Какое же счастье! Сейчас мы шумим главному организатору Компании Positive Technologies Ребята занимаются кибербезопасностью На всех уровнях мира Поехали! Это счастье прийти на этот фестиваль У реки, в красивом месте Единственное, что не может айти Это менять погоду Все остальное, но мы можем менять Погоду в доме и погоду в сердце Значит, друзья, кто сейчас стоит в очереди за едой Вы потом... Все, кто пришли на Москва Пайтон Проходите, садитесь Мы будем начинать Меня зовут Алексей Абровец Я сегодня буду вашей стюардессой Мы полетим в мир новых знаний Сюда будут выходить инженеры Верховные инженеры и их отцы Вот Валентин не даст соврать Через одну минуту на этой сцене Давайте я вам покажу чуть-чуть Давайте посмотрим на схему мероприятия На схемовой площадке Значит, если вы зарегистрированы на Москва Пайтон У вас есть талончики на еду Есть талончики на еду? Вот, отлично Если на талончике указано время, которое вам не очень подходит Или у вас в принципе есть какие-то вопросы То у левого входа в зал Есть стоечка информации На которую можно подойти И либо поменяться талончиком Либо задать какой-нибудь вопрос Либо если вам очень грустно Обняться Это суперполезно Значит, смотрите Мы с вами Мы с вами вот здесь Мы с вами на точке номер 27 Это Москва Пайтон Если вы потеряете эту схему Она доступна по QR-коду на бейджике То есть вы в любой момент можете посмотреть Где вы, кто вы, что вы У нас есть реста паркинг Это как раз место, где нас будут кормить поталончиком В принципе, вот Нас будут поить и кормить целый день Но это по чуть-чуть То есть настоящая еда на реста паркинге Дальше Какой алгоритм действий? Вы открываете схему Так, реста паркинг Это где? Если вы впервые в парке Горького Вдруг И вы не видели этих Этих замечательных людей Которые приехали сюда на трейлерах И в них жарят там Кто бургеры, кто сосиски Вы смотрите на карту Так, реста паркинг Реста паркинг Реста паркинг Где же он? Где же он? Где же он? А! Нашли Ну и все Счастье Поели И замечательно Автопати Будет завтра В дальней точке парка Для того, чтобы попасть на автопати У вас должен быть На бейджике Наклейка такой С логотипом Moscow Python Если вдруг нету Ну, цап-царап Если вы зарегистрированы На другую часть мероприятия Не на Moscow Python И у вас нет приглашения На автопати Это как бы Ну, нормально Вот, не расстраивайтесь Но можете познакомиться С кем-нибудь У кого есть И если человек не идет Попробуйте тайно Тайно попасть Автопати завтра В ресторане Времена года Ну, а теперь давайте начнем Праздник Математики Праздник будущего Вернемся к разговору О программировании Значит, смотрите Вот здесь по QR-коду Чат конференции Где можно общаться Где можно знакомиться Где можно искать партнеров Искать коллег Обмениваться информацией О том, что сказал спикер Регистрируйтесь Еще 10 секунд QR-код на экране 9 8 7 6 А на этой сцене Для того, чтобы сказать вам Здравствуйте На замене у Сергея Семеновича Один из основателей Moscow Python Валентин Добровский Вперед, 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 вперед Спасибо, спасибо большое, Алеша Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья Очень рад видеть вас всех сегодня здесь Как ты хорошо сказал Вместо Сергея Семеновича Сегодня приветствую вас я Ну, не знаю, о чем говорит Сергей Семенович На этом замечательном празднике Я бы сказал, праздник Даже не кибербезопасности А праздник IT Который устроила прекрасная компания Positive Technologies Я хочу сказать лишь, что Очень рад тому Какой путь проделало наше с вами сообщество За те 11 небольшим лет, которые оно существует Я люблю вспоминать Если вы были на наших метапах Я время от времени про это говорю Может вы слышали уже Что в 12-м году Насколько я помню, 1-го марта В аудитории НИУ ВШС Собралось 20 смелых человек На первый Тогда еще Moscow Django Meetup Помните такое, может быть, да? Кто-то из Алды тут Помните Moscow Django? Вот Время шло Мы росли и развивались Мы придумывали новые инициативы и идеи И все это случается именно благодаря вам Благодаря сообществу Благодаря активным участникам сообщества Благодаря тем, кто ходит и слушает Наши метапы Смотрит наши подкасты Со временем, мне кажется Мы вышли за пределы московской Тусовки питанистов И распространились на Россию Но я бы даже сказал Русскоязычный мир Python-сообщества Python-разработчиков И это очень-очень радует Я хочу сказать спасибо Во-первых, компании Positive Technologies Еще раз Наверное, не первый раз В смысле, не последний раз хотел сказать Спасибо нашим друзьям Компании Онтика Которая помогает все это организовывать Из которой мы Последние несколько лет Организовывали вместе Moscow Python Conf Это всегда супер качественные Супер классные конференции Если вы были на других мероприятиях Онтика, вы наверняка со мной согласитесь Спасибо всем участникам программного комитета На самом деле Открою по секрету Немножко такую тайну Маленькую организационную Организовалось Это мероприятие достаточно Относительно спонтанно И очень быстро мы смогли собрать Мне кажется, очень классную программу В этом заслуга программного комитета Я не буду называть имен специально Но вы можете на сайте зайти И почитать, кто эти люди Наверняка вы увидите Там знакомые, хорошо знакомые лица Просто я не буду называть имен Чтобы не забыть никого случайно Потому что я очень волнуюсь Спасибо всем спикерам Собственно, это ядро сообщества Это соль сегодняшнего мероприятия Это те знания, которые вы сегодня получите Спасибо им Спасибо, что решились принять участие В этом замечательном мероприятии Ну и, конечно же, еще раз Огромные аплодисменты вам Самим себе Похлопайте, пожалуйста Вы молодцы Спасибо, что вы пришли сегодня к нам Очень рады, что вы сегодня с нами Я еще раз Вот эта фраза тоже Я ее часто повторяю Наверное, вы видели это Но это не лишним повторить Гвида ван Россум Python-язык, созданный сообществом Python-язык, созданный вами Ура! Спасибо! Валентин Добровский, дамы и господа Ну, друзья, начинаем наш праздник Это счастье Спикеры будут выходить на сцену Один за одним 40 минут на выступление 10 минут на вопросы В конце у вас есть вопросы Вы поднимаете руку Никаких чатиков не нужно вот этого Будем общаться Живое общение Будем качать софты С улыбкой С добрым настроением Без троллинга Задаете вопрос Спикер точно так же С хорошим настроением Без троллинга Дает ответ И мы все уходим отсюда Абсолютно счастливыми С прокачанными хардами Замечательно За лучший вопрос Будет приз А кто пришел ради приза Скажите Так обычно бывает На эту сцену Под ваши бурные Я предлагаю Выйти Роману Зайрулину Человек, который пишет Не только код Но и пишет книги И в отличии От всех самых пиарщиков мира Его книги Основаны на факапах Великий человек Добро пожаловать на сцену Отлично С вами посмотрим Как с помощью Качественных изменений В серверном API Можно управлять Можно управлять Рефакторингом На уровне архитектуры Итак, с вами я Роман И книжки, которые я написал Тему Legacy Я следую с 2017 года То есть практически сразу Как начал работать Потому что меня этой темой Страшно запугивали И сейчас вместе с группой Исследователей Пытаемся найти Как можно ускорить Цикл разработки ПО И цикл его поддержки С технической точки зрения То есть с технической стороны И мой персональный интерес Книга, над которой я прямо сейчас работаю Она о проектировании Больше о интерпретации ТЗ И области знаний заказчика Она сейчас в раннем доступе Со всеми вытекающими То есть ее можно купить сейчас задешево И подождать где-то месяца в 8 Пока я ее закончу Либо подождать и взять подороже Но сразу все Как всегда с ранним доступом бывает То есть эта вещь Она сугубо про доменное проектирование Но теперь давайте к теме Значит, что мы пытаемся сделать API такого, чтобы это хоть как-то повлияло На архитектурные устройства Мы хотим переложить часть работы На пользователя API То есть для того, чтобы у него появились Какие-то более динамичные инструменты Было более динамичное взаимодействие И при этом нам нужно, чтобы это произошло так Чтобы мы избавились от большого пласта кода Который обрабатывает исключительно частные случаи То есть вот эти однотипные вьюхи Одна за одной Нарастающие над базой Чтобы несколько повысилась гибкость Чтобы новые фичи было добавлять проще И локализовать обслуживающий код Это ерунда, где очень сильно валятся на принятие решений Медлы и особенно джуны Джунов это вообще парализует То есть эту штуку нужно как-то локализовать Чтобы они могли спокойно работать Не думать о безопасности Именно о безопасности API Не думать о роутинге и так далее И могли сосредотачиваться сугубо на бизнес-логике Всяких таких вещах То есть эту штуку нам нужно попытаться как-то изолировать Что нам с этим будет мешать Первый наш враг, самый главный вообще Это время Потому что даже если вы спланируете переезд архитектуры куда-то Ну например распилить монолит на микросервисы И устроить все это дело таким образом Чтобы можно было там независимо разные участки масштабировать и так далее Скорее всего вы результатов не увидите в своей работы То есть именно вот эту систему в своем новом виде У Netflix ушло 8 лет на миграцию в облако Причина в 2008 году была достаточно паршива с облаками Они уже существовали, AWS уже работал Но именно как продукт Они были еще достаточно слабые И такого как сейчас, где все там решается несколькими кнопками Не было даже и в помине Это подробно написано в книге CS Engineering Там на самом деле история очень запутанная и большая Другой проект менее известный Это проект компании Sound Data Sedars Они управляют Они анализируют энергопотребление у калифорнийских предприятий От этого зависит Как будут распределяться налоговые вычеты для промышленности Как будет все это дело субсидироваться и так далее То есть это очень важная фигня на самом деле И у них ушло 7 лет Ну на момент доклада в 2019 году У них ушло 7 лет на переход с какого-то адского зоопарка на постгресс И почему у них так вышло? У них тормозом выступали бизнес-процессы И это на самом деле самый частотный случай Это штуки, с которыми большинство программистов сталкивается Когда именно необходимо сначала бизнес-процесс перестроить Не в команде, у заказчика или у пользователя И только потом уже пытаться менять что-то в самом проекте Но есть более печальные случаи Если 7-8 лет кто-то еще может работать Хотя, насколько я знаю, в среднем работают по 5 Госучреждения, вообще все, что связано с Каболом 25 лет назад была начата миграция И до сих пор они еще не окончены То есть это выдача с... Картинка, кстати, кликабельная Когда будете смотреть, там практически все картинки кликабельные Я повставлял ссылки Это то, что выдает Google Scholar По вот конкретно этому запросу То есть 11 тысяч статей только по этой теме Да, и вот одна из последних 17-й год, вон мы видим 2001-й То есть тема все еще каким-то образом живет А до сих пор миграция не окончена Вот Это что касается времени То, что вы не увидите конечного результата Это на самом деле не страшно Это не значит, что работу там надо как-то бросать И прочее То есть задача оформить ее так, чтобы она была закончена Хоть кем-то, хоть когда-то Вот Теперь про остальные деструктивные факторы Уже что касается непосредственно задачи кодом Одна из ключевых проблем Это логическое основание Вообще областей знания То, что большая часть из них Не имеет ничего даже близко похожего На то, что есть в программировании Потому что там своя логическая система Свои принципы взаимодействия между сущностями Построения выводов и так далее К программированию А конкретно колголоподобным языкам Вроде питона, джава и прочего Оно не относится И однозначно область, именно область Описать нельзя Используя чисто программировские штуки Другой момент Это то, что бизнес-логика протекает Вообще повсюду Это на самом деле одно из следствий То есть у нас оно есть в UX Раз оно есть в UX Оно протекает и во фронт-энд У нас неизбежно появляются какие-то сущности Упоминания, какие-то процедуры в бэке Естественно, это течет на базы данных Я даже Даже лучше сказать, что оно с баз протекает в бэк Потому что МВЦ, МВТ фреймворки Вроде Джанго и подобных джавашных фреймворков Они на самом деле Все, что они делают По сути прокидывают кишки все Всю схему данных, которые хранятся К пользователю сервера То есть фронт-энд программисту И уже он пытается что-то из этого слепить На самом деле это огромная тема И про ортогональность доменов И про то, что вообще с этим можно хоть как-то сделать Есть книжка Анны Кеклеппе Она вообще о проектировании DSL Но вот эту тему она разбирает очень подробно Правда, она там говорит о том, что Об ортогональности доменов Говоря, что технические домены Они не ортогональны И можно как-то их там надстраивать фреймворками Я с этим не согласен Но это слишком большой разговор Чтобы на нем останавливаться И то, что уже упоминалось Все это дело рождает бизнес-логику частных случаев Раз не получается правило выразить в общем Значит на каждый частный случай Будет писаться простыня кода У меня таких проектов было больше половины Где львиная доля бэкэнда состояла Вот из такой фигни Которую на самом деле можно было спокойно выкинуть Вопрос в том, как И соответственно Проблемы эти не существуют Просто так для всех очевидно Когда они читают код Буквально от года опыта Люди видят необходимость рефакторинга подобных вещей Однако решения принимаются Исключительно на основании текста программы В лучшем случае По анализу потока управления Ну который по сути напрямую из кода следует И из-за этого так получается Что видят две функции Ага, значит можно два огромных метода Их можно разбить на методы поменьше Как-то смержить, оно будет работать До тех пор, пока не появится третья функция Которая делает тоже примерно то же самое Но немножко по-другому И тогда весь предыдущий рефакторинг Нужно проделывать по сути с нуля То есть возвращаться к предыдущей версии И переразбивать Это как раз из-за того, что опора идет Не на пользовательский процесс Об этом мы чуть подробнее дальше поговорим Причем эта ошибка, она не только для неопытных программистов Или малоопытных характерных Я ее допускаю достаточно стабильно Потому что в нее очень легко свалиться И обычно она мне стоит Ну один-два рабочих дня я теряю из-за этого В лучшем случае Ребята более прошаренные, чем я И более крутые Там теряют пять-восемь часов И неожиданный деструктивный фактор Потому что мы говорим о легосе Мы говорим о миграции Это оптимизации Оптимизация это, конечно, благо Однако, когда вы пытаетесь переселить приложение Там с одного сервера Даже с одного сервера на другой Все эти оптимизации начинают мешать Потому что все выполняемые операции Все вот эти обходные пути Они завязаны на очень конкретное окружение Чаще всего И любой перенос из вот этого контекста Где эти оптимизации работают Он начинает стрелять по ногам Другой момент Оптимизации неизбежно запутывают код Неизбежно запутывают структуру приложения Это цена, которую все платят Со времен первого компилятора Фортрана, если я правильно помню Но Это на самом деле не что-то Чего там надо пытаться убежать Или он встречается не у всех Это вещь, с которой Ну, с которой просто приходится работать Это наш рабочий объект По большому счету И соответственно, раз нам нельзя опираться на текст Нужно опираться на пользователя Нужно понять, как вообще из кода Это знание вытащить И один из методов Это метод опорных точек По сути, вы прогоняете весь код через отладчик Но следите не за состояниями, как обычно А за тем, что вызывается То есть это отладка для чтения Значит, что мы делаем По сути, мы строим динамический срез Какой-то изучаемой продуктовой функции Продуктовая функция Это то, что Это какое-то действие пользователя От какого-то начального сигнала Ну, обычно это то, что в юзерсторе в начале И то, что До первой реакции от системы адекватной Которую пользователь получает То есть от первого действия До первого ожидаемого какого-то результата Ожидаемого ответа Вот То есть, по сути, мы заполняем формочку Кликаем на отправить И смотрим, что из этого выходит Да, это самый тривиальный случай Вот Дальше Когда мы построили динамический срез Мы в нем смотрим Где Какие имена методов Имена функций Может быть, каких-то классов Связаны с чем-то доменом Просто по имени Обычно это где-то Несколько строк кода Иногда Когда этот метод показывал Своим коллегам Они пытались брать большие куски Строк по 10 Но на самом деле это избыточно В этом нет необходимости Потому что ваша задача Просто отметить конкретный кусок Где есть что-то доменное И Отметить Все, что нужно Для выполнения этой фигни То есть все состояния Имена параметра Не имена параметра Состояния, параметры Вот все-все-все-все-все То есть Грубо, чтобы пнуть эту функцию в репли Она что-то посчитала Что при этом должно Что при этом должно висеть Что должно висеть в памяти Вот Вам нужна эта картина Точка Что нужно для ее запуска И А И я потерял еще один пункт Очень важный Фиксируйте это все Не в коде То есть не надо писать комментарии Лучше возьмите блокнот И запишите это все в бумажке Потому что эта штука Она Скорее всего Не будет особо изменяться Потому что пользовательские сценарии Они не очень подвижны Там с точки зрения изменения кода Там с этим можно спорить Но я думаю У нас будет два дня Чтобы это обсудить И Вам эта картина нужна В виде какого-то референса С которым вы будете работать То есть я пытался Описывать это в коде Вешать какие-то закладки Экспериментировал там С разными людьми Мы по-разному отмечали Самый лучший формат Это записано Где-то желательно В графическом виде Вот Теперь как мы это делаем Ну я люблю это делать С помощью профилировщиков Это флеймграф То есть как вы видите Он по сути просто Строит граф вызовов Вообще это фигня для профилирования Картинка тоже кликабельная Там ссылка Где эта штука описана Если вдруг вы с ней Не сталкивались Вот И в этом случае Мы просто прокликиваем Смотрим Какие функции В каком порядке вызываются И какие из них Похожи на что-то Околодоменное Либо вариант С трассировщиками Вот пожалуйста Birdside Чисто питонячая тема Точно так же В графическом виде Можно просмотреть Как код выполнялся При отработке сценария И что можно повыделять Теперь больше про организацию работы Как это делать Напоминаем себе еще раз Что цель пользовательская функция То есть какая-то работа Какая-то операция Которую пользователь выполняет И мы смотрим одну Пользовательскую функцию За раз Не нужно параллелить этот процесс Мы смотрим полностью Весь путь от ввода до вывода В случае с В случае с вебом Это в принципе рабочая стратегия Но есть нюансы Если у вас проект более сложный Например у него интерфейс Не командного типа Именно графический интерфейс Не командного типа А инструментального Я об этом сейчас подробно Останавливаться не буду Но покажу где можно будет посмотреть В общем мы можем себе позволить Смотреть от ввода до вывода Смотрим только свой код В библиотеки не лезем Даже если библиотеки Делают что-то доменное Особенно это касается Всяких численных штук Там когда нампай дергается А сам проект как-то связан С обработкой данных И весь домен по сути Это математическая статистика С приблудами Просто отмечаем Что непосредственный вызов Какой-то доменный есть Что это библиотечная функция Но дальше копать не надо Вот И А Я перенес этот пункт сюда Мы все фиксируем Вне кода Напомним еще раз Кстати эту процедуру На самом деле Можно скидывать Я так понимаю Большинство здесь сидящих От сеньора Да Помашите головами Вот Ага Вот Я увидел людей Которые отказались Короче Можете Брать эту процедуру И Те кто не сеньоры И делать ее самостоятельно Она поможет Она поможет даже если А Она поможет даже если Вы хотите сделать Какой-то небольшой Микро рефакторинг Мотивированный Для сеньоров Можете скинуть Эту процедуру на медло Пускай они Пускай они все это делают Здесь парочка есть Итак Дальше нужно Все что вы пособирали Все вот эти опорные точки Нужно Процедуру Прогнать несколько раз На Разных Пользовательских кейсах И начать разложить Это по кучкам То есть Прогнали несколько функций Построили вот эти графы Раскладываем по кучкам Все что схоже По UX По Customer Journey Map Вот по этим моделям То есть что происходит С пользователем Да По его шагам Те которые содержат Похожие имена в себе То есть ссылаются На похожие функции И те которые работают С одними и теми же объектами Объектами не в смысле Там инстансами класса А именно Какими-то объектными Доменными штуками Да Там с понятием Не знаю Там пациент Лечащий врач Вот такие вот вещи То есть какие-то существительные Которыми пользователь оперирует И Когда у вас Вот эти кучки Раскладываются Вы начинаете Видеть какие-то связи Между ними Подмечать шаблоны Для нетипичных интерфейсов Есть вот эти две книги Первая Основана на Диссере Сюзанны Беткер Где подробно Описаны разницы В пользовательских процессах Там с точки зрения Психофизиологии И другая Это мой коллега По исследовательским проектам Алексей Литвин Как видите Кошмарный дизайн Книжки Отражает Вообще Что у него болит Вот Достаточно неплохой Гайд для дизайнеров Но для программеров Будет полезно Потому что как раз Интерфейс во многом Диктует нашу работу Итак Значит Мы подметили связи Теперь нам нужно Сформулировать Некоторое обобщение Для того Чтобы придать Интерфейсу динамики Обобщение Не единственный способ Да Но я не успею Обо всех рассказать Более того Я все не знаю И многие еще не нашел Уверен я пока только в этом И даже тут Конкретной процедуры нет То есть Не построили методику Мы пока еще Может быть получится Я надеюсь Что получится Но есть эвристика Да Эвристика Это натянуть насильно На какую-то модель вычислений Значит Мы выбираем Из вот этих Разложенных по кучкам Мы Пытаемся описать Процесс вычисления Какой-то Пользовательские функции С помощью операции Композиции Композиция здесь В математическом смысле То есть Композиция функции Когда вы складываете Как когда вы складываете Там разные объекты И получаете их сумму Но не как при наследовании А вот просто объект Который их суммирует Либо композиция функции Когда там Проксируется Ввод и вывод Там у них друг друга В общем Вот такая история И повторяем это И повторяем это несколько раз Разными сценариями И неизбежно У нас в композиции Будут какие-то операнды Это будут функции Это будут какие-то объекты Которыми Оперирует пользователь Там в процессе Выполнения своей работы Их мы помечаем Как расширяемую часть Следующий этап Нам нужно Подобрать Какую-то модель вычислений И попытаться Переформулировать То, что мы Описали с помощью Композиции В ее терминах Модели вычислений Проще всего воровать Из разных DSL Потому что DSL Бывают не только Алголоподобные У них там есть Более экстравагантные варианты Мы дальше посмотрим В общем Можно воровать Модели вычислений Оттуда Однако Мы не воруем синтаксис Нам не нужно На самом деле Строить полноценный DSL Поэтому мы Какую-то синтаксическую часть Пытаемся выразить Вот в том виде В котором у нас Происходит общение с сервером Если с JSON Пытаемся через JSON Выразить XML Через XML И так далее Что бы вы ни использовали Мы смотрим на это Как на попытку Расширить тот протокол Приложения Который уже есть И в конечном итоге Это все потребует Реализовать на беке Операцию композиции Неизбежно Разбор тела сообщения Неизбежно И исполнение Расширяемой части Вот эти штуки Когда втаскивается Динамика Они появляются Всегда Их на самом деле Очень легко локализовать Про композицию И на самом деле Не композиции единой Там операций несколько И про то Как с этим работать Мы сейчас поговорить Не успеем подробно Однако Есть две книжки Не две книжки Одна книжка Это Software Design for Flexibility Свежая книжка Сасмана Того самого Который у всех Лежит в библиотеке Но никто его не читал Структура и интерпретация Компьютерных программ Его старая работа И олдовая статья Джона Бекуса Того самого Который форма Бекуса Наура Где он приводит Пример алгебры программ Статью эту Просмотреть Недостаточно То есть Покажется Ну он говорит Про функциональное Программирование И что тут такого Дело именно в алгебре Которую он дает Там в отличие Там как Скеллисты Лисперы Они же там постоянно Говорят про лямбдоисчисление На самом деле Лямбдоисчисление Охрененно сложное Для того Чтобы им пользоваться Ежедневно Ну Абсурдно Через него Пытаться доказывать Как-то программы И проектировать Бекус приводит В качестве альтернативы Достаточно простые Алгебраические конструкции Которыми можно Научить Семиклассника На самом деле И как-то Начать этим пользоваться То есть Попробуйте пробежаться Именно про его Математической части По тому Как он выведет Как он все это дело Выводит Вы тогда тему Поймете намного Лучше и глубже Чем большинство Хаскелистов В чатике с Хаскелем Ха Но Про любой динамизм Всегда есть Такое типовое возражение Что пользователи Будут творить Творить какую-то дичь Чтобы этого избежать Вы не давайте Пользователю абстрагировать Да это то На чем сыпятся Все DSL Там говорят Причина в тюринг полноте Нифига Причина в операции Абстрагирования То есть Если вы даете Пользователю Возможность Определять функции Определять объекты И всякое такое То он Ну Неизбежно Сложность начнет расти Отберите у пользователя Операцию абстрагирования И когда-нибудь Ему надоест Вот Но Правда он все равно Будет делать фигню Пусть и существенно Поменьше Дальше будет пример Я расскажу Как я на это накололся Итак Давайте посмотрим Как работают Некоторые типовые случаи Значит Типовая фигня Думаю многие из вас Видели Это базовое Расширение Реста Рест достаточно Топорный Ограниченный набор Операций По большей части Просто он Выкидывает структуру Данных туда-сюда И если нужна Какая-то более сложная Логика Ее можно Надстраивать Как параметры запроса В данном примере Это наверное Самая известная Надстройка Когда определяем Набор полей Которые нужно вернуть У меня был проект Где львиная доля Кода состояла Исключительно Из разных Сериализаторов Натянутых на 2-3 запроса Но из-за того Что по итогу Строились разные таблички Для пользователя Это продавалось Как разные фичи И реализовывалось Как разные фичи И примерно 40% Кода Где-то Можно было бы выбросить Просто добавив Вот эту фигню Но это Самый известный пример Значит Как мы с этим работаем Откуда мы воруем модель Мы воруем модель У конкатенативных языков То есть Это языки Которые Описываются Просто Ставя рядом Какие-то выражения Которые просто Выполняются по очереди Одни из самых Гибких И при этом Примитивных DSL Подробно Опять же Рассказать не смогу Ссылка Там целая Вики им посвящена Можете почитать В общем Воруем у конкатенативных Это значит Что мы просто Склеиваем все И исполняем Здесь Мы это скармливаем Некоторому При процессору Сериализаторов Не знаю Как его назвать В общем Меняем сериализатор При инициализации Вот Аналогичное Можно провернуть Про условия фильтрации И так далее Есть более экстравагантный Пример Где именно Функции Помещались Помещались В тело запроса Я не включил Этот пример сюда Потому что Не уверен Насчет Насколько я его могу Публиковать или нет Это мой коллега По По исследовательской группе При издательстве Он разрабатывает Медицинское оборудование И Они Один из их проектов Помогает Врачам Строить заключения А разные заключения Строятся по разным срезам Одних и тех же данных Которые Снимаются Снимаются С кардиограммы То есть Вешается куча датчиков Снимается кардиограмма А потом Врач смотрит На совершенно разные вещи На совершенно разные параметры И делает серию Интерпретаций И уже на основе этого Строит заключение Так вот Дело именно В этой серии Интерпретаций Если На каждую из них Реализовывать Свою фичу То Бэк Начнет разрастаться Безумно А Вся эта обработка На самом деле Сводится К применению Ряда Нескольких функций По сути Фильтров Над временным рядом Совсем просто Совсем просто Начинаем засыпать Есть огромный Массив С кучей чисел Есть цепочка Функций Фильтр Куча предикатов Для функций Фильтр Которые надо Выполнить Последовательно Как Знает только Пользователь И он Запихал Предиката Для функций Фильтр В параметры Запроса Дал это Фронтендер Фронтендер Нарисовал Красивые Квадратики Которые Врач Может у себя В интерфейсе Натаскать И построить Анализы Серию Анализов Которые ему Нужны И построить Серию заключений Из этого Соответственно Жалко Этот пример Я не могу Показать вам Но выглядит Опидно На самом деле Точно так же Другой вариант Посложнее Когда у нас Прямая конкатенация Линейные вычисления Не прокатывают Можно прийти К такому DSL Без синтаксиса То есть По сути Трансферить Что-то AST подобное Конкретно Этот пример Откуда Сперт Это Сперт из Леспа Дальше Походу Вы даже Увидите Штуку Похожую На интерпретатор Леспа Но Нет никакого Синтаксиса По сути Это просто Джейсон Который описывает Структуру программы Соответственно Нет Необходимости Задавать Приоритеты Операторов И прочее А фронтендеры Это любят Из-за того Что структура Очень четкая И они могут Явно управлять Что в каком порядке Должно вычисляться И соответственно Могут наворачивать Какие угодно Интерфейсы Как пользователь Этого захочет То есть Мы В данном случае Это Несколько Переиначенный Пример Из моей практики Нужно было Дать пользователю Возможность Автоматически Выполнять Какие-то действия А описывать Вот это По каким признакам Он выбирает Объект Там у них Была Отзыв Автоматическая Работа с отзывами На приложение В сторах Да Ну Здесь Пусть будет Автоматическая Обработка Не знаю Товаров на Маркетплейсе Черт с ними И им Нужно было Дать Что-то Набор Каких-то Примитивных Функций Сравнения И Набор Булевых Операторов Чтобы это дело Просто соединять И я построил Такую структуру Однако В чем здесь прикол Предыдущая Понятно примерно Как реализовывать Здесь же Очень легко Обгадится Потому что Много у кого Такая фича Реализована Но она Отвратительно Расширяется И очень тяжело Поддерживать Однако Помним Что я говорил Что все Что не композиция И не операции Похожие на композицию То у нас Расширяемая часть Посмотрим Как это в коде Выглядит Все Офигенно Примитивно То есть Есть у нас Функции Рул и вал Которая просто Обходит этот Джейсон И пытается Его вычислить Вычислить Она пытается Как? Она не знает Конкретных имен Функции Все конкретные Имена функции И бинды К реальным Питаниечим Функциям Лежат в словаре Вот Этот алгоритм Он не меняется Практически Его реализуешь Один раз Может быть Там как-то Потюнить Оптимизировать Но больше Качественных Изменений С ним не происходит А объем кода Ну Строг 40 Наверное Он занимает Вот А все остальное Будут занимать Вот такие вот вещи Которые очень легко Настраивать Вот Примитивная операция Там не равно Когда поле сравнится С значением С этим все понятно Со случаями Когда у вас Одна и та же операция Выполняется над Разными объектами Уже сложнее Да Здесь у нас уже Появляются дженерики И Для дженериков В питоне Есть single dispatch Отдельным модулем Есть multiple dispatch Если нужна Множественная Диспетчеризация И соответственно Мы можем Одну и ту же операцию Через один интерфейс Выполнять Над Разными объектами В данном случае Функция проверки Вхождения Если у нас Текст в поле Товара в данном случае Хранится просто Как текст То мы можем Просто посмотреть Если он там Однако Может быть такое Что поле К которому Пользователь обращает Может Будет содержать Другой объект И уже в нем Нужное поле Тогда От дженерика Даем Отдельную реализацию Специально Для Тут ошибка Короче Филд У параметра Филд Нужно указать Тип Что это словарь И тогда Эта штука Сработает Посмотрите Функтуз Документацию К этой штуке Она офигенно Полезная И в общем Реализация Потягивается И каждый раз Когда вызывается Функция Contains В зависимости От типа Первого аргумента Вызывается Нужная Если Нужно Учитывать Типы Всех аргументов Сингл диспатч Тут не поможет Тут нужны Мультиметоды Для этого Библиотека Ну как Сингл диспатч Только Мультипл диспатч Теперь про Наверное Самый сложный Кусок Сколько у меня Времени осталось А мне хватит Отлично Теперь самый сложный Кусок В общем Это когда мы Распиливаем Монолит на микросервисы Или Перераспиливаем Неудачно Распиленный Монолит На более удачные Микросервисы С микросервисами Такая фигня То что По факту Они являются Переизобретением Объектов Алана Кея А вот Да Появился В общем Это на самом деле Не картинка Это видос Чуть дальше Объясню какой Сейчас мы его Смотреть не будем Он идет 3 часа И Некоторые Ключевые штуки Которые Пришли как раз От смолтолка От ДСЛ Конфигурационных Они по дороге Потерялись А одна из ключевых Вообще фич смолтолка И объектно-ориентированного Программирования Вот так как его Кей определил Это то что Объект почти Невозможно сломать Он 90% своих ресурсов Тратит на самозащиту Либо в случае поломки Чтобы откатиться На предыдущее состояние Когда он еще работал Вот Так что В случае микросервисов Каждый отдельный сервис У нас является таким Объектом Урлы являются По сути методами Взаимодействия с объектом И так далее То есть Эта аналогия Я думаю всем понятно Она на поверхности лежит Тем более К ней часто апеллируют Однако Мы можем украсть Некоторые свойства Из смолтолка Или даже Из ДСЛ Которые реализуют Похожую фигню В частности Там самозащиту И что самое важное Посылка сообщений Вот Я специально привожу Экстравагантный пример Немножко дикий Для того чтобы Вызвать скорее интерес И некоторое Некоторое сопротивление Тогда выше шансов Что вы какие-то Более базовые концепции Ухватите Вот Или вам будет Станет просто любопытней Этот пример сложный Почему Смотрите Здесь мы определяем Такую структуру Как сообщение И каждый сервис Не должен выполнять Его беспрекословно А выполнить Сериопроверок И если что-то отвалилось Вернуть ошибку И сделать вид Что ничего не было Соответственно Как мы определяем Это простейший случай Когда мы работаем Когда мы знаем Конкретные имена объектов Чуть дальше объясню Почему это важно Сообщение посылаем Кому К другому сервису Запрашиваем у него Другому сервису Берем у него Список Список продуктов В списке продуктов Берем поставщиков Однако Поставщики Нам Продукты Нам нужны Конкретные И вот обычно В API Сюда подставляется Конкретное значение Но тут мы это дело Композируем То есть именно здесь Композиция Определяется Мы вместо Списка Айдишников Прямо Непосредственно Списком Можем сказать А ты пошли Сообщение К сервису Пользователей Спроси Для конкретного Пользователя Возьми там Список заказов И оттуда Узнай Какие вообще товары И списка заказов Узнай Какие товары он брал Вот так вот На практике Чаще всего Фронтендер Просто выполнит Два запроса Сначала возьмет Пользователь Оттуда все вытащит Потом вызовет Это Но здесь Композиционность Может сработать Именно вот таким Вот образом И тогда сообщение Пойдет уже По внутренней сети Это на самом деле Сейчас не так важно Но Этот композиционный Принцип Должен выполняться И Кажется Что это какая-то Дичь Которую сложно Реализовать Однако Реализация Ну просто Наивная реализация Очень тривиальна То есть мы Просто Забираем пост Просто Выполняем запрос И его результат Передаем обратно В вызывающую функцию Вот Ну и при этом Понятно Что нужно договориться О Единообразии форматов И вот это вот все Можно добавить Метод реакции Он фейлия Чтобы Каждый конкретный Микросервис Мог сам такой Так Я упал Что мне ответить Чуваку Который меня вызвал Да И ему скидывают И смотрят Прямо само сообщение У него там есть Прямо набор опций И при этом То есть Можно надстраивать Вот такие штуки Конфигурационные DSL Это на самом деле Очень интересная Большая тема Там По ссылочкам Вообще в этом разделе Потыкайте Оно того стоит Вот Но как вы видите Даже Наивная реализация Как бы Подобной обработки Понятно Что она достаточно паршивая И много где упадет Но тем не менее Логика понятна То что у нас Большая часть Штуки Которая обслуживает Вот это взаимодействие Реализует Вот эту композиционность Она локализована В штуке Которую можно спрятать За декоратором По сути Вот И как бы Выполняйте реализацию То есть вот Все основные этапы Это реакция На типовые ошибки И так далее То есть в принципе Это достаточно Понятным образом Формулируется Практически сразу же Как только Вы самостоятельно Опишите Вот эту схему В API Именно Вот с композиционной Точке зрения Как что Кого должно вызывать У вас реализация По сути Начнет вытекать Прямо Из формулировки API Если там На предыдущих Это могло быть Не так очевидно То здесь Это прям Торчит со всех щелей Сказал Сказал Да Разные механизмы Отравки сообщений Самый Случай Который используется С малтолки Это почтальон Да Вернемся Видите Да Поле Ту Почтальон На него смотрит И передает сообщение Нужному объекту В случае микросервисов Это ну например Nginx выполняет Есть варианты С общей средой Когда используется Не Передается не на конкретные сервисы А через общую среду Посмотрите Посмотрите Linda Coordination Language Это Такая штука Которая как раз Реализует общую среду И необходимый язык Для ее работы Так Небольшой спешки Так давайте В заключении Что у нас Получается Качественные изменения В API Диктуют Или в некоторых случаях Могут диктовать Изменения в архитектуре И изменения в кодовой базе Не всегда так Это не всегда выстреливает Есть и другие сценарии Это только один из Композиция Ваш большой друг Но это просто концепция Сама по себе Она не очень полезна Вам нужно самостоятельно понять Что с чем И каким образом Соединять Для того чтобы Из этого выстроилась Какая-то логика Какая-то вычислительная модель И вы уже могли Видеть Как изменить Бэк Для того чтобы Это сработало И напоминаю еще раз Всегда кто-то будет бояться Негативных эффектов От DSL-образного управления Не давайте абстрагировать Говорите всем Мы не дадим пользователю абстракций И будем расширяться снизу Расширяться снизу Это вот то что было В примере с лиспоподобным Когда бэкэндер Может Достаточно простым образом Добавлять Новые функции Новые фичи В такую казалось бы Сложенную непонятную хреновину Вот И на этом у меня все Так я с вами буду Ну считай полные два дня Каждый раз Когда вы меня будете здесь видеть Подходить с вопросами Там с комментариями и прочее Вне камеры Я могу рассказать Побольше И вещи посекретней И теперь наверное К вашим вопросам Это Роман Зайрулин И его список литературы На лето Поднимите руку К вам подбежит помощник С микрофоном Да Большое спасибо за доклад Было правда очень интересно Но в процессе Возгнуло там Несколько Комитаний А ты правда программист Да Я программист Я там сделаю Как всегда Программист Вот Первое Как это все тестировать Потому что кажется Что при кейсах использования Очень много бизнес-логики И как с этим оперируют Оно ходит на сторону Клиента И тут Интеграционная сложность Вырастает просто В космос Тебе надо и на бейте Все это покрыть Причем не просто Там какой-то вертикальный кейс Но и все эти веки И кейсы того Как они мультифильца Плюс еще один вопрос По поводу Кого Как выяснить Мне кажется Что подойти Какой-нибудь баба Нюра Из бизнеса И с ней посидеть Там недельку Нарисовать схемки Будет гораздо эффективнее Чем пытаться С помощью Профилирования инструментов Отловить А что где вызывается В какие моменты Ты так Безгаза представляешь Баба Нюра Молодец Так Сначала про бабу Нюру Да Кстати Это будет эффективней И я этот сценарий Не стал упоминать Он мне просто по времени Не влезал Но это штука Откуда мы базовую информацию Вытаскиваем И это есть у Клэпы Это есть у меня В обоих книжках Про это написано Я про это В принципе сам часто трещу Но оттуда мы вытаскиваем Пользовательский взгляд А когда мы пытаемся Именно спланировать Рефакторинг Нам нужно увидеть Как вот этот процесс Описанный бабой Нюрой Матчится на то Что у нас в системе происходит И там могут происходить Достаточно нетривиальные штуки Есть даже целая область Которая называется Реинжиниринг бизнес процессов Который построен тупо На анализе кода И вытаскивание знаний Из него То есть это другая сторона Вопроса просто Немножко другая операция Которую нужно сделать Но в идеале Да Вы спрашиваете у бабы Нюры Вы вытаскиваете По опорным точкам Информацию из кода И пытаетесь это все дело Склеить Посмотреть Совпадает Не совпадает Протесты И как раз протесты Да Тестирование Это Короче Когда мы сталкиваемся С динамизмом То Протестировать Просто в лоб Кейса Не получится Однако При достаточно Четком Сохранении Вот этого разделения Между там Композицией Разворачиванием И прочими Вот этими операциями Семантическими И Все остальное Скинуть В расширение Где-то Процентов 90-95 Случаев Покрывается Проверкой Композиционности То есть Тесты Строятся Именно от Композиции И мы Тестируем Не отдельные Кейсы А Конкретно Процесс вычислений То есть Можно ли вычислить Корректно ли вычисляется Одно за одним Корректно ли Сохраняется Порядок вычислений Если мы что-то Переставляем А если мы Расширяем вычисление Что будет И так далее У меня в проектах Как раз В динамической части Тесты Вот подобного рода И Как я сказал Процентов 95 кейсов Отлавливает Еще можно посмотреть Проект Макропай Который вообще Весь про динамику Ну Система макросов Для питона Можно посмотреть Его тесты Они как раз Устроены Вот таким образом Что проверяют Именно Разные перестановки И если Серия Определенных Перестановок Разрешена То полагаем Что и Ее линейное Усложнение Будет тоже Истинным Вот То есть Примерно таким образом Тут мы немножко Смещаем фокус И таким образом Получается покрыть Спасибо По времени Еще один микрофон Можно дать На еще один вопрос Вот Будьте любезны И сейчас будет битва Кому приз За лучший вопрос Ты отдашь Да Вот Растет напряжение Спасибо Интересный доклад Вопрос только Про обработку ошибок Что конкретно Про обработку ошибок Ну вот DSL Длинные полотна Перетекающие С одного в другое Вот эти вот Композиции Как проверять ошибки Обработка Обработка Трайксепты Так Там Это будет Композицион хелл На самом Зависит Здесь намешаны Несколько уровней На самом деле И несколько мест Где ошибки Могут возникать Из-за того Что Часть реализации Часть обеспечения Обычно Небольшая За счет Разделения То Те исключения Которые там Возбуждаются При исполнении В принципе Достаточно легко Отловить Обработать И так далее То есть Там на самом деле Очень ограниченный Набор эффектов Возникает Вне зависимости от того Насколько огромные Тела сообщений Там может другое возникнуть Вы можете Допустить ошибку Как я И оставить рекурсию В обработке запроса Думая Да пользователь там Не напихает Так что стэк Закончится А второй же Пользователь Возьмет и Напихает правил Столько что Улетите по рекурсии Вот А вот что делать С обработкой Ошибок Именно так Чтобы это Фронтендер Получал Вот это на самом деле Хороший вопрос Потому что Нужна какая-то Система Отслеживания Целостности Сообщений Для случаев Когда мы Воруем Из композиционных Из конкатенативных DSL И все в принципе Просто Потому что Конкатенация Это примитивная Операция Вот То С С С Мешер Спасингом Все относительно Просто Потому что У вас есть Четкое место Где вы Прямо работаете Над корректностью Сообщения А вот в случае, где вы работаете с деревьями, там нужно проводить анализ синтаксический, то есть проводить разбор. И уже в случае, если целостное сообщение нарушено, возвращать пользователю, какое конкретно место в дереве отвалилось. Если я правильно понял ваш вопрос. Я надеюсь, что правильно. Если нет, можете меня поймать сейчас после доклада, и мы с вами об этом подробнее поговорим. Отлично. Спасибо большое за выступление. Так, ну теперь ты должен выбрать, кому подарим за лучший вопрос. Подарим за лучший вопрос. Я не вижу имя, к сожалению, потому что тесты – это самая хитрая часть в этой истории. Кирилл получает суперприз. Да, ну, что там, там курсы по ГО, да? Что там? Вот, отлично. Тебе тоже памятный приз от конференции. Ром, спасибо большое. Да, вам спасибо, ребят. Красота. Кулачок еще разок. Кулачок. Вы замечательная публика. Друзья, что будет происходить дальше? Значит, следующий доклад в 11. Здесь мы будем с работником Литреса смотреть на его логи. Третий доклад будет на английском языке. Для этого, чтобы кайфануть полностью, понятно, что все по-английски пишут коды, все английские понимают, но, чтобы кайфануть полностью, можно взять инструмент для получения синхронного перевода. Для этого в левой части зала нужно поменять бейдж. А, и в правой. Или только в правой. Да, в обе... О! Значит, оба аварийных выхода оснащены специально обученными людьми, которые взамен на бейджик отдадут вам суперустройство. Без этого бейджика вы, соответственно, не попадете на автопаде, поэтому вернете устройство. Сейчас у нас короткая техническая пауза. И все фанаты шардирования вводите, пожалуйста, устройство для синхронного перевода сейчас, чтобы не фанаты шардирования взяли его сразу перед выступлением нашего бразильского коллеги. Хорошего дня, друзья! Moscow Python, пошумим! У-ху-ху-ху-ху! Субтитры сделал DimaTorzok